привет всем вы на канале позитивный огород идем мы из леса домой тут снежок пошел прихватил нас немножко и покажем как зима начинает вступать в свои права потихоньку потихоньку она отнимает в осени все золотые и и деньки еще буквально пол месяца назад все деревья были одеты в красивые наряды а сейчас выпадал вид выпадает первый снежок ну уже второй наверное и все покрывается снегом речка начинает с берегов маленько уже как бы летком прихватываться начинаются ночами минусовые температуры и все природа подстраивается под зиму еще недавно было все зелено красиво а сейчас все серая хамурая такая вот сейчас пора все не осталось ни одного листочка на березках березки готовы к зиме там вдалеке виднеется село тоже крыши все белые когда была природа вся зеленая листики были зеленые все дефекты природы скрывали листвой сейчас деревья стали без листвы и сразу видно все нюансы искажение природы береза не выдержала напора ветра и обломилась сейчас все видно и так вот то там то там лежат деревья которые уже отжили свой век маленькие деревца и большие деревца вот эта березка не выдержала напора снега в один из годов снежных и наклонилась и не может выпрямиться такая у нее уготовлена судьба все все растения однолетние и многолетние подготовились к зиме зиму обещают нынче суровую по приметам года земля начинает окутываться снежным одеялом уже достаточно прибывает снежок на той стороне он тоже листья раз упали все видно все коряги все кусты берег речки ветерок поднимается снежок идет на речке небольшие волны живности никакой не видать в такую погоду она спряталась и готовится к ясным тихим ночам и дням ночные звери бегают ночью дневные которые бегают днем здесь вот пробежал зайчонок след вот он вот такой два следа тут и сзади лапки вот тут дать веселиться радуется зиме ветерок небольшой падает такой хоть и не пушистый ну такой снежок не густой по макушкам деревьев только слышен небольшой шум ветра так вот такие вот березки такие вот березки река стала серая темная хмурая обиделась она что лето ушло и придется прятаться под снежным одеялом и подо льдом волны небольшие ветерок так разгуливается на том берегу виднеется бобринная норка вода ушла стало меньше и она получилась наружу а так она у них устроена под водой тут берег повыше березки ровненькие стоят задалека кажется ровно и все поближе подойдешь кривые шумит ветер вода темная листики все уплыли не видать их стало не видать их стало вот какой-то горе рыбак забыл свою лодку оставил ее на берегу лежит бедняга и думает заберет меня хозяин или так она останется здесь куковать под снегом до весны будем надеяться что заберут ее это лето было не ягодным раньше в осень и в зиму уходило много ягод калины рябины боярки сейчас все пусто шиповника шиповник вот такой вот у нас шиповник пустой ни одной ягодки нету вот боярка колючая колючки у нее такие острые вот они ни одной ягодки нету что будут птицы зимой есть так что вся живность попряталась ждет хороших безветренных деньков отсиживается в каких-нибудь укромных безветренных местах вот у нас какие буреломы все это погнуло снегом в снежные зимы бывает выпадает мокрый липкий снег он налипает на деревья и под тяжестью начинает ломать тонкие деревца какие березки одни белые стволы других корявые вот сколько еду нашел один только кустик шиповника видно не знают птички что здесь оставили может на зиму они оставили себе будет голодно и холодно кто-нибудь найдет съест а так все пусто еще один одна ягодка а так все голо все пусто нет вон там еще маленько есть тут видать какое-то укромное вот потом найдут скушает серая угрюмая река несет свои воды на юг осинки сиротки стоят на том берегу береговая кромка начинает мы помаленьку схватываться литком слышит только ветер и шум деревьев ни крика ни пения птиц такую погоду мы не услышим наступает зима отбирает осени все трава дует ветерок волны не слышно небольшие шелестит трава колышется на ветру легкий шелест шелест вот остатки после столовой бобра вот так он спиливает зубками молодые мягкие осинки солинки и вот так вот он с зубами их объедает ствол не трогает грызет только кору где-то на зиму он наготовил много таких вот палочек потом будет их доставать в холодную суровую зиму 20-21 года и где-нибудь в норке в тепленькой кушать будет зубки точить и в 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 Стоит, скрипит, плачет березка. Ветерок шумит в верхушках деревьев. Вот такой вот лесок, сплошной лесок. Старенький обломанный, вот осинка обломанная. Здесь почему-то он серый, не белый. Следов пока нет никаких, все ждут погоды. Смотрите. Вот немножко прошел, увидел уже начинающуюся тропку зайчика-попрыгайчика. Вот тут он ночью веселился, бегал раза два, уже пробежал туда-сюда, туда-сюда. Это не следочки, а уже подпорошенные. Подпорошенные. Он туда идет вглубь леса. Снежок начинает идти покрупнее. Такой уже шустрый, крупный снежок. Лесная дорожка. Лесная. Вот такой вот снежок. Такая природа у нас при переходе осени к зиме. Развилка двух дорог. Пойдешь налево. Одно будет. Пойдешь направо. Другое встретишь. Пойдем по лесу. Чего-нибудь другого видим. Вот как растет лесной у нас хмель. Лоза вот такая. Она идет. Туда он из земли. Вот они. Потом идет, свивается в пучок. Идет. 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 И вот он наверху. Шишечки хмеля. Растет хмель. Лесной. Корешки где-то там в земле. И поднимается наверх. И дает семена. Вот дятел изготовил. Там он под грибом норка выдолбил. Кто-нибудь там потом будет жить. Как крышечку. Крышечка такая. А там он норка выдолбил. Какая-нибудь из птичек сделает себе потом гнездо. Или соболь зимой будет прятаться. Вот так вот видать наверно. Вот березка всегда как я тут иду. Я ее вижу. Она бедняга. Кланяется мне. Наклоняется всегда. Почему-то все ниже и ниже. Скоро наверно будет касаться земли. Как старенькая старушка. Веселушка. Корягу какую-то задуло. Такую высоту. И не падает. Достопримечательности осеннего леса. Снежок по-прежнему идет. Скоро все покроется белым пушистым снегом. Снежок так и не прекращается. Трава шелестит под напором ветерочка. Река изгибается и меняет свое русло. Поздняя осень. Река изгибается и меняет свое русло. Река изгибается и меняет свое русло. Вот березка. Вот так растет чага, это березовый гриб, лекарственный, с него делают лекарства, пьют чай, вот такая вот черная нарость, вот она какая, вот так вот растет, ее собирает их. Летом их видно плохо, а зимой, когда листья опадают, черная-то нарость видно хорошо, она называется чага, вот такая вот, вот такой вот грибок. Мы пьем с ним чай. На березке, березка нам дает такие дары. Маленькая березка такая. Лес, лес, лес. Кругом один лес. У нас его очень много. Непочатый край. Конца края не видать. Сено убрано, вывезено. Поле пустое. Осталась одна стерня, ее заносит тоже снежком. Там вдалеке виднеется деревня. Село. 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 Пустое. Село. 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 речушка туда он идет там у нас дальше дамба чтобы вода не прошла в село крыши домов маленько видать из-за дамбы там где я вот здесь стою все вот это заливается весной водой он до того леса все водой заливается такая вот глубина сколько вот закончилась прогулка моя по лесу вот оно село родное заносит тоже снежком и вон он лес так что всем кому понравилось видео моей прогулки подписывайтесь на наш канал делитесь с друзьями и пока пока всем всего всего хорошего будьте счастливы